Официально завхоз по факту электрик, слесарь, ответственный за пожарную часть. Такими были долгие годы будней Валентина Миллера. Но это весной 52-летнему мужчине предложили отдохнуть, попрощаться с работой. Сказали, ну да, с 1 июля документы как бы дали. Все, перед выбором поставили, все, подписать, расписаться. А что было бы, если бы вы не подписали? Ну не знаю, сказали надо. В Новоярковской школе искусств под ликвидацию пока попала лишь ставка завхоза. А уборщицы место сохранили, но ставку урезали до 1 четвертой при том же объеме работы. Сократят уборщицу и сторожа с 1 июля и в 3-й Каменской школе искусств. В аналогичной ситуации сторожа районной спортшколы. Все 14 человек. Должны сократить 14 человек, поэтому решили убрать всех сторожей. Я единственный, кто не подписал. Как мне объяснили, должны составить акт без моей подписи и меня сократить. У меня трое детей на ИЖДВЕСЕ. Двое из них, им нету трех лет. Я говорю, вы представляете, у меня остаться без работы. Насколько обоснованы массовые сокращения в Каменском районе, сейчас оценивает Алтайский профсоюз работников культуры. Тут в большей степени получается процедурно, вроде все соблюдено. В дальнейшем, как руководители, как заведующие этими, так сказать, структурными подразделениями, как они в дальнейшем будут отвечать, нести вот ту ответственность за сохранность и неприкосновенность материальных ценностей, возникает вопрос. Впрочем, звонки и письма с жалобами на кадровую оптимизацию к ним вот уже месяц поступают из разных районов края. В ряде территорий профсоюз работников культуры выявил нарушение трудовых прав людей, что попали под сокращение. Подано несколько исков в суд. Но руководитель общественной организации признает, остановить кадровую оптимизацию в крае практически невозможно. В регионе остро не хватает денег на то, чтобы обеспечить всех бюджетников зарплатой в ее допустимом минимальном размере. Анастасия Дороган, Андрей Печеркин. Наши новости.